Идеи до аптечной полки занимают от 3 до 20 лет, и это закономерно. Исследовать медикамент, по мнению специалистов, надо даже тогда, когда он уже активно применяется для лечения конкретных болезней. В Латвии же отмечена тенденция роста некоторых заболеваний. И именно в этих сферах проходит исследование новых препаратов. Необходимо эффективное и безопасное лекарство. И исследование новых препаратов за последние три года в Латвии проводится в онкологии, эндокринологии и сердечно-сосудистых заболеваниях. Это те сферы, в которых наблюдается тенденция роста. При этом для лечения предлагают использовать очень современные инновативные продукты. Заботливое в кавычках латвийское государство, по словам самих врачей, оплачивает лечение раковых больных в очень ограниченном объёме. И тогда на помощь могут прийти испытания медикаментов. Клинические испытания, эти исследования, даёт возможность этим пациентам дать то лечение, самое современное лечение, которое при конкретном заболевании, в принципе, может иметь очень хороший эффект. Тем более платит за этот эффект не государство, а фармацевтическая компания. Для латвийцев эти испытания интересны ещё тем, что в нашей стране, по заверению специалистов, опробуют лекарства в основном уже на третьей стадии, когда вред от применения уже сведён к минимуму, а проверяется в основном эффективность такого лекарства. Хотя не каждый из заболевших может воспользоваться этим своеобразным благом, даже если очень захочет стать подопытным организмом. Вряд ли любой пациент может обратиться к врачу и сказать, что он хочет. Это зависит от того, какие исследования в конкретный момент, в принципе, возможны. И надо сказать, что у нас этих клинических исследований не так много. Это больше зависит от того, какие есть возможности. Считает ли врач, что это может быть полезно для пациента. На роль лабораторных экспонатов годятся, конечно, не все. Но поскольку часть больных, в том числе тяжёлых и онкологических, хотя бы таким способом получает надежду на выздоровление и возможность бесплатно лечиться, почему бы латвийскому правительству не создать централизованный исследовательский центр? Андрей Яковлев, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал. Жителям Латвии придётся сдавать бутылки. Если в четверг в кабинете министров будет принята новая концепция Министерства среды о создании депозитной системы для упаковок от напитков, то, возможно, сдача стеклянной и пластмассовой тары превратится в норму жизни для всех слоёв населения. В плюсах и минусах ноу-хау разбирался наш корреспондент. Пластиковые бутылки – бич современных латвистских лесов. В этом убеждено правление Латвии с Валсмежей и непримиримый борец за чистоту природы Цукман. Именно поэтому ими с таким жаром была одобрена инициатива Министерства среды о введении системы депозита, стимулирующей сдачу бутылок. Пластмасса и также канистры для пива – это очень-очень много. Вы всюду видите, и вокруг Риги, и вокруг моря, и вокруг всех рек и озёр. Всюду бывает место, где почти полметра уже этих бутылок. Потому мы очень рады, что в конце концов государство будет принимать сейчас концепцию, что будет система депозита, чтобы их можно было отдать обратно в магазин. Цукману, к слову, одной пресс-конференции в поддержку министерского предложения показалось недостаточной. И в знак решительности своих намерений он прямо на глазах изумлённой публики надел себе на голову пятилитровую канистру. Клятвенно заверив всех присутствующих, что не снимет её, пока соответствующий закон не будет принят. Я не хочу стать экспонатом в музее. Вот сейчас как раз я надеюсь, что вот этот экспонат будет последний экспонат, что больше такой латвий свалсмеш не будет выглядеть страшно в бутылках. Я великомученник. Потому что три года тому назад, когда начали борьбу с пластмассными кульками, я надел пластмассный кулёк и пошёл правительство туда. Подействовало. Конечно, такой великомученнический жест заслуживает уважения. Да и сама задумка более чем благородна. Учитывая, что по неофициальным данным из всего мусора в лесу 80% составляют именно бутылки, подобное ноу-хау должно стать абсолютной панацеей. Окончательно возликовать мешает оборотная сторона медали. Как аукнется спасение природы рядовым жителям и не отразится ли борьба за чистые леса на стоимости товаров? Это не ударит по карману потребителя, потому что суть системы депозита, если ты идёшь, покупаешь бутылку, ты вроде бы как в банке вкладываешь 5 или 6 сантиметров, в зависимости от того, какой будет определён депозит, ты вкладываешь, как бы плотишь, потом по возвращению стеклотары или 5 бутылок ты получаешь эту сумму назад. Так что для потребителя нет вообще никаких проблем. В общем-то на словах всё замечательно. Но тут встаёт вопрос чисто эстетического характера. На протяжении последних 20 лет у народа выработался стереотип, что сдача бутылок – приоритет самого нижнего сословия. А значит, подобное нововведение имеет два пути развития. Либо стереотипы будут ломаться, либо у латвийских бездомных появится ещё одна статья дохода. То есть, по сути, покупателям будет предложено два амплуа – дворника-добровольца и мецената-поневоле. Алексей Стецюха, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. Информационный блог продолжит рубрика «Вечернее интервью», а затем, после прогноза погоды, смотрите очередную серию фильма «Гаражи». Я же прощаюсь до завтра. Приятного вечера и всех благ. До свидания. Я деньги на фильм выбил. Выбил. Я лучших актёров собрал. Собрал. К 65-летию победы фильм приурочил. Приурочил? Что я забыл? Большая разница. Премьера. Полиция. Полиция, полиция, полиция. В воскресенье на Первом. Добрый вечер. В рубрике «Вечернее интервью» в студии Первого Балтийского канала. Мэр Риги Нилушаков. Нил, добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы услышать некие итоги, если их можно подводить. Ну, по крайней мере, выборы прошли уже. Цикл признал их состоявшимся. Озвучены имена ста депутатов Сейма. Сегодня, кстати, немножко поменялись в курзом эти результаты. Подведите вы свои итоги. Ну, итогов два. С одной стороны, большинство избирателей поддержало политику единства. Потому что единство победило. Это факт. С другой стороны, избиратели в Риге поддержали политику согласия. И Владгаре. Но даже с Ригой нам проще сравнивать. Потому что год назад мы получили в Риге 34%. А те три партии, которые формируют сейчас единство, получили 33%. То сейчас у нас 40%. А у тех партий уже в составе общего блока только 28%. То есть поддержка Центра согласия в Риге за этот год выросла. Поддержка единства за этот год сократилась. И мы благодарны рижанам за то, что они достойно оценили ту работу, которую мы год проводили. Плюс я уже не буду в лишний раз упоминать про Латгалию, где мы получили практически половину голосов и половину всех мандатов. Поэтому очень очевидно, что страна, на самом деле, регионы голосовали по-разному. Два региона поддержали единство, два поддержали согласие, один поддержал зеленых крестьян. И сейчас очень важно ту политику, которая будет все-таки выводить страну из кризиса, в той или иной степени делать это совместными усилиями. Потому что, мы будем откровенны, в одной лодке сидят все, вне зависимости от того, как они голосовали. И сюрпризов, к сожалению, впереди, я думаю, еще будет много. Потому что ни до выборов не говорилось о планах правительства, и пока о них еще не очень много говорится. Но, тем не менее, прошли уже первые переговоры с представителями объединения единства. Внешне это выглядело все... Это такой ознакомительный визит, мы вам книжку подарили. Вы могли бы раскрыть, насколько серьезны были эти первые переговоры? Это ли действительно такое легкое прощупывание почвы? Естественно, это прощупывание почвы потом еще неизвестно, с какой стороны сильнее. Потому что для нас очень важно понять, что правительство собирается делать. Мы сейчас с единством договорились только об одном, что мы будем продолжать переговоры. Все. Потому что наше требование это покажите, что вы будете делать, дайте список работ, и только после этого мы сможем говорить о каком-либо формате сотрудничества. То есть работа на первом месте, каким образом их реализовывать, это уже на втором месте. То есть мы ждем сейчас от единства сформулированного предложения, что они планируют делать. Исходя из этого, мы будем тогда говорить о возможных форматах сотрудничества, что бы это ни было, на парламентском уровне, на уровне сотрудничества с правительством, делегирование министров или неделегирование. Это все зависит только от одного, что правительство собирается делать. Потому что то, что я говорил несколько минут назад, с одной стороны, нам нужно всем вместе выводить страну из кризиса. Это понятно. Потому что кризис очень тяжелый, и он сам по себе не пройдет, как насморк осенний. Но вопрос, как это делать? То есть если будет внятная программа, в которой нет нарушений и противоречий с тем, о чем мы говорили нашим избирателям, которые поддержали нас в двух регионах, со значительным отрывом, если этих противоречий нет, у нас красная линия, все, что связано с пенсиями, тогда можно продолжать дальше разговоры и переговоры. Продолжать. Но какой будет формат, сейчас у меня отвечу не я, не представители единства, потому что это будет крайне неправильно. То есть слухи о том, что речь шла о возможных даже министерских портфелях, об одном-двух, это все еще слухи, которые вы не готовы подтвердить? Нет, здесь я бы не использовал бы слово слухи, потому что слухи это где-то вот что-то услышанное и потом пересказанное. Господин Добровский сказал прямым текстом, что он готов предложить нам договор о сотрудничестве с делегированием, согласием министров правительства единства. Одного министра, двух? Министров. Министров. Вот знаете, это очень понятно, растяжимо. Мы сказали, что мы хотим увидеть список работ, исходя из того, что вы планируете делать, мы скажем, что мы вам можем и каким образом мы вам можем помочь, или мы скажем, что нет, извините, вот в этих делах мы рядом с вами стоять не будем, мы будем против этого выступать. Понимание этого есть. Единственное, понимая, что действительно им сейчас, сформируя новое правительство, нужно рассказать общественности и всем остальным, что же они сделают после этих выборов, каким образом они полученный мандат используют, а мы, исходя из того, как они это собираются делать, примем решение. Центр согласия готов будет взяться за такой тяжелый министерский портфель, как портфель министра благосостояния? Мы готовы взяться за любой самый тяжелый портфель. И наши избиратели считают, что... Продолжение следует...